Здравствуйте! Приветствую вас на канале про цветов. Сегодня мы поговорим о растениях, которые я уже выращивал, но не советую вам это делать и садить их на своих участках. А почему? Давайте будем разбираться вместе. Первый такой классический пример растения тлодианта. С урока в ботанике, вы наверное помните, что тлодианта это многолетнее тыквенное растение, которое дает плоды по вкусу как огурцы, только красного цвета, длиной 10-12 сантиметров. И чем интересна тлодианта, то она может опыляться пыльцой любых тыквенных культур, то есть и тыквой и кабачком и патисоном, крупнеком, вот и арбузом, все может опыляться тлодианту и она прекрасно завязывает семена. Точно также это растение многолетнее размножается клубеньками. Точно также когда-то я добыл эти клубни, посадил на своем участке. Ну и потом прошли годы и об этом очень пожалел. Почему? Потому что тлодианта имеет столоны, подобно картофелю. Но если у картофеля столоны где-то не больше 60 сантиметров, то тлодианты они 5-7 метров. Тлодианта заползла всюду. Она заползла под кустарники, она заползла в посадке с картофелем. Ну в общем это сушище наказание. Я понял, что это растение не заслуживает такого внимания. Другие растения, как разновидность не нашего заморского грудца, красивые плоды. Когда они созревают, с них можно делать смузи, делать соки. Это очень полезно для нашего организма. Ну кивана, чтобы вырастить, надо попрыгать, как тот шаман с бубном возле костра. Потому что высокая температура, влажность, пока их прорастить, прорашивать те семена, стараешься. Но потом, когда они созрели, они созрели хорошо в открытом грунте. Не занимала им теплицу. Что оказалось, что они набиты полностью твердыми семенами. Мякоти там практически нету. Жуешь камешки. Жуешь камешки, пожевал. И поэтому я не понимаю, какое смузи можно было уже сделать с этих камушек. Следующая культура, опять же из тыквенных, это мамордика. Мамордика на улице не растет. Всюду показано, как она красиво растет, при созревании раскрывается. Красная мякоть у нее внутри. Потом оранжевые створки плодов. Это очень красиво. Повтораю еще раз. Растение тропическое, на улице не растет. Она росла в теплице. Ну она в теплице так разрослась, что она заглушила и помидоры, и перцы, и даже огурцам было не сдобровать. Огурцы тоже гибли от мамордики. Но незрелые плоды сказали, что съедобные. Вкус там конечно безвкусный. Трава травой. Ну вот ничего там сверх естественного не было. Но та красота, которая была гарантирована, она красива только на фотографии. Потому что проходит пару дней, эта вся красота начинает меркнуть, загнивать. И поэтому ничего интересного не оказалось, как овощная культура. Поэтому эту культуру я также не советую садить на ваших участках. Как тоже и кивану. Ну и следующее. Очень много растений таких. Интересно, как это рекламируется. Это среди посленовых. Ну самое яркое представитель среди посленовых это Наранхила. Наранхила или Лало или золотое яблоко Ант. Ну название интригующее. Ну и вдобавок. Она растет в Эквадоре, растет в Колумбии, выращивается в Коста-Рике, выращивается в Атамале, выращивается в Панаме. И всюду с нее делают свежевыжатые соки, джемы, желе. Свежевыжатый сок, кисло-сладкий, напоминает по вкусу и аромату. Сразу одновременно и ананас и клубнику. Ну скажите, картинка заманчивая? Конечно. Очень заманчивая. Так и я. Купил семена Наранхилы и начал съесть. Ну, во-первых, по семенам тоже необходимо знать, что Наранхила тропическая, поэтому температура для ее развития самая благоприятная, это 30-40 градусов. Поэтому, конечно, с теплом пришлось повозиться до тех пор, пока она уехала в теплицу. Развивалась Наранхила, конечно, очень медленно. Должны были появиться плодики, как наши помидоры, потому что она является родственником наших помидор. Опушенного цвета, оранжево-желтая, должно было усыпано быть. Но, увы, оказалось все не так. Длинный день, привел к тому, что наша, моя Наранхила только в конце сентябра начала зацветать. Ну и, конечно, уже семян больше не было, потому что я приметчиво высел все, и садить больше было нечего. Но смысл по Наранхиле. Потом я все-таки поинтересовался и узнал, что это многолетний кустарник. Первый год отдает мало урожай. Поэтому я понимаю, если у вас есть зимний сад, где у вас есть хорошие условия, значит, вы там смело садите на Наранхилу. Там она себя оправдает. Как огородное растение на улице? Нет. Следующий такой же представитель, опять же, из пошленовых, тоже очень такой интересный, как рекламируется, пепино. Пепино, что очень вкусовые качества, высокие витамины. Замечу сразу, что тот же набор всех этих витаминов и полезных качеств есть в обыкновенных помидорах. Пепино, опять же, надо проращивать при температуре 25-28 градусов. Развивается очень медленно. Если ваши помидоры уже зашли и начинают быстро расти, то пепино растет буквально не по часам, а по дням, неделям. Медленно-медленно поднимается. То только к концу августа пепино даже в теплице вырастает где-то высотой 25 сантиметров. И опять появляются первые цветки. Появляются первые цветки. Их надо искусственно опылять, потому что от самоопыления у нас не происходит. Опыляешь искусственно. Появляются плоды. Плоды уже не успевают вызреть. Знаете, я прочитал все-таки, чтобы скорость цветения пепина, необходимо создавать укороченный световой день 10-12 часов. То есть его необходимо уже с июня месяца создавать короткий день, чтобы побудить цветение. С таким же удовольствием можно поселить помидоры и получать приличный урожай с гораздо меньшими затратами и хлопотами. И еще одно разрекламировано растение. Это очень модно. Время это не появляется. Это сарраха или садовая черника. Не путайте с лесной черникой. Она не имеет ничего общего. Называется правильно, почти он черный. Когда тут точно так же разрекламировано, что хорошее вкусовое качество, высокие все, посадил эту сарраху, то есть садовую чернику на своем огороде. Это однолетнее растение выросло где-то 2 метра высотой и 2 метра в диаметре, потому что почва отвела в нее самую плодородную для того, чтобы оно показалось и во всей красе. Семян, ну плодов, вернее, завязалось море в розе черных плодов. Но изозрелые плоды имеют коварное свойство. Они содержат яд солонин и могут вызвать расстройство желудка. Но когда они созрели, они стали, конечно, сладкими. Но опять же, кожица и дальше все, красная кожица, красная мякоть немного и все набито семенами. Опять же, жуешь, как те же камешки. Как варенье сварить с арахи. Варенье безвкусное. Но если сюда добавить лимон, как бы оно все равно становится вкуснее, но все равно есть какая-то терпкость, какую-то неприятность. И поэтому это варенье у нас никто и не кушал. В конце концов, вот оно ушло в компостную кучу. Самое интересное ожидало меня следующей весной. На всем участке появились сходы с арахи. И мне с этой садовой черникой пришлось бороться где-то около пяти лет, пока я окончательно вывел своего участка. Следующее растение это портулак садовый. Он тоже превращается на огороде сорняк. Ну огородный, портулак огородный правильно называется. Это невысокие, как бы однолетняя трава высотой 15 сантиметров, листья мячистые, округлые и все-таки желтые, но они малозаметные. Собираются верхушки этих растений и их можно использовать как в салатах в свежем виде, так можно вместо, как заменитель шавеля, использовать в шах. Но растения имеют очень мелкие красивые черные семена, сеется нещадно. Оно сеется на градках, если есть плитка, оно превращается в трудноискоронимый сорняк, который не берут даже гербициды, потому что семена одновременно не прорастают, прошла обработка гербициды, поэтому опять они на плитке вылавят и лезут, и лезут, и лезут. Поэтому это растение я также не советую садить на своих огородах, несмотря на его качество. Лучше посадить обыкновенный шавель и имеет примерно тот же самый набор полезных исчез, но с гораздо меньшими затратами труда. Следующее растение, которое как бы тоже еще заинтересовало меня, это из лечебных, можно сказать, что называется макко-перуанская. Макко-перуанская, перуанский женьшень. Написано один из самых сильных афро-зодиаков среди растений, одно из самых сильных адаптогенов в мире. Опыта выращивания этого растения не было, обратился к интернету. Ну, значит, тут написано, семена выращивается в прохладе. Ну, есть, нашел только одно сообщение, что товарищ выращивал его в Сочи. Выращивал его в Сочи, ну, оно ему осенью погибло, он считает, что потому что ему было освещение. Больше никаких сообщений нету. Ну, я его посеял, как обычно высеваю, такие культуры, которым нужна прохлада. На почву положил снег, по снегу выщел семена. Их там было 20 штук, ну, зашло 8. Из 20 зашло 8. Ну, сходы развивались очень медленно. В конце мая я посылал на улице. Я понимал, что у нас не Сочи, у нас Беларусь, климат совсем другой, поэтому отворим солнечное место с плодородной почвой. Ну, и что же? Написано, что урожай убирается 6-9 месяцев. Ну, по предшествии где-то 8 месяцев, это уже в начале октябра, я выкопал это растение. Ну, маленькие куцые кустики, 5-7 сантиметров длиной листики и, соответственно, корнеплоды, может, как трехкопеечная монета, маленькие мышиные хвостики. Оно меня не впечатлило. Я понял, что написано даже, что его можно сушить и использовать потом как в чаях. Я понял, что тут сильно не выиграешь. Но мой интерес провел меня дальше. Я узнал, что, оказывается, эта макра является близким родственником нашего редиса. Растет в Вандах, то есть Южной Америки. Используется местным населением в корм и на корм скота. Ну, конечно, если ее там много, то можно кормить, конечно, и скот, и людям. Ну, и таких сверхъестественных свойств там, конечно, не обнаружено. И то, что нам обещала реклама. Ну, следующая культура. Может, такие более распространенные, которые мы часто встречаем на нашем столе. Ну, это бум приходит и уходит. Это такая культура, как соя. Ну, соя, тут время от времени, что вот соя, такие белки хорошие, легко усваиваются человеком. Да, они усваиваются. Я знаю, изучал, но они усваиваются только в переработанном виде. То есть, после тепловой обработки или на фазе проростков. В остальном они не усваиваются ни человеком, ни животными. То есть, их необходимо подготавливать. Ну, сама по себе технология выращивания сои. Вот, довольно простая. Сеем ее, как фасоль, точно так же, широкий, ну, широкий между разами, в 45 сантиметров. Убираем в конце сентябра. Но, почему они советуют выращивать растения? По одной простой причине. Его очень низкая урожайность. С одного квадратного метра вы соберете 100-150 грамм семян. Поэтому, если ваш огород маленький, заниматься соей не стоит. Лучше купить само сою и зерно и продукты проработки уже в магазинах. И потом что-то готовить. Если у вас большие площади, конечно, вы можете заниматься соей. Ну, самый простой способ, поделюсь просто парой рецептами нашей сои. Это жареная, жареная соя. Замачиваем на 30 минут в подсоленной воде. После этого на сковороде небольшое количество подсолнечного масла и обжариваем. Ну, и можно кушать вкусно. Конечно, с пивом вкусно. Можно еще подсолить. Очень вкусно с пивом. Больше особого преимущества я не увидел. Ну, как врачи все утверждают, что жарные продукты вредны для организма. Поэтому лучше сделать полуфабрикат. А полуфабрикат из сои делается тоже не так уж и просто. Замачивается на 15-16 часов в воде, в которую добавляется пищевая сода, чтобы белки ее стали доступны для человека. После этого еще 3-4 часа варится на медленном огне. Варится на медленном огне. Потом пропускается через мясорубку. И только потом уже с нее делаются различные котлеты, беточки и прочее. Или просто уже это отварная соя. Мешатся с теми же помидорами, перцем. Ну, любые овощные салаты. Так что мороки много. Урожайность слабая. При маленьких площадях это растение вам также не подходит. Ну, близкий к сою еще один ее родственник. Это арахис. Орышки арахиса мы с удовольствием покупаем. Ну, и многие стремятся позади на своем огороде. Сделал это я. Значит, технология тоже простая по орешкам. Как и та же соя. Она сеется тоже с междуразними 45 сантиметров после фасоли. То есть, когда отойдут весенние заморозки, они всходят. Уже в конце июня наши растения окучиваем, окучили наши растения. Они начинают зацветать. У них, значит, на окученной части образуются плоды в закрытых цветках. Кристогамны, как они называются, орешки. И есть наверху желтые цветки такие красивые. Опускаются потом, завязывается завязь. И через недельку этот цветок, завязь, опускается в землю. Собрав осенью урожай, я был очень-очень это самое доволен. Почему? Под каждым растением образовалось не более трех-трех орешков. Где один орешек, максимум два орешка. Я понял, что для наших условий, белорусских, для нашего климата, это растение из-за такой низкой урожайности не подходит. И вдобавок еще вот, что я прочитал интересное. Что оказывается, если в августе идут дожди, все орешки, которые находятся в земле, сгнивают. Не только старые и молодые, все орешки сгнивают. Поэтому это растение уже с августа месяца необходимо укрывать пленкой. Укрывать, делать пленочное укрытие, чтобы оно было в сухом. Ну а июль, конечно, июнь-июль, это месяц, когда его надо поливать. Раз в две недели обильно поливать. Так что мороки много, урожай нулевой, можно собрать в горсть. Также не советуюсь в нагороде, это растение. Ну и еще одно растение на сегодня, которое я хочу вам рассказать, это чуфа. Ну чуфа, семляной миндаль. Она, конечно, выращивается где-то на больших плантациях. Ну стараемся выращивать и мы ее. Ну технология тоже выращивания простая. То есть клубеньки замачиваем на три дня в воде и только после этого высаживаем в землю. В сухом виде они никогда не взойдут. Посадили в землю, появляется трава похожая на осоку, хотя это и есть осока клубневая. И очень развиваются кустики, которые дают много орешков. Собирать орешки утомительно, потому что они мелкие. Ну хотя сейчас уже пишут, что появились крупноплодные до 5 сантиметров. Обычно где-то до одного сантиметра длины. Это маленькие орешки. Найти в земле как бы и трудновато. Но что вырвалось с корнями, то остается. То это ваш урожай. Ну и урожай тоже. С каждого куста собираешь горсть орехов. Ну это где-то может по объему 100 грамм. Ну а по весу это грамм 70. Это грамм 70. Собираешь этих орехов. Ну я понимаю, что тоже. Конечно, с того количества, которое мы можем поставить на своем участке, на небольшом, нам не хватит для того, чтобы сделать кондитерские изделия или какие-то другие продукты. Поэтому эту культуру я также не советую выращивать на своем огороде. Большие площади, пожалуйста, садите. Ну как декоративное растение. Чуфа смотрится очень великолепно. Листья очень красивые, густые. Обсудить дорожки в декоративном плане. Эта культура вам очень понравится. Возьмите на вооружение мой опыт. Никогда не советуйте с этой культурой, которую я вам не советую выращивать на своем огороде. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова